здравствуйте дорогие друзья меня зовут Ольга Курунова и я рада вас приветствовать на своем канале ну что мои дорогие друзья сегодня одна из любимейших ваших рубрик которая называется вязальный перерывчик в этой рубрике я отвечаю на ваши вопросы а вопросов сегодня поверьте мне очень много разнообразных и я так думаю что поэтому перерывчик будет длинный и смотреть вам его придется не за один раз Елена Ощепкова Ольга добрый день добрый день Елена очень правильная и нужная рубрика у меня тоже есть вопрос на который вы возможно знаете столкнулась я с такой проблемой купив набор китайских спиц в зеленом чехле это про те спицы девочки про которые я вам рассказывала те спицы которые продаются на озоне я вам даже ссылку оставляла я не помню где это было на зоне или на вайлберис нет по-моему на зоне я брала их но не на алиэкспресс точно по моему на зоне на алиэкспресс я брала другие вот про эти спицы столкнулась я с такой проблемой купив набор китайских спиц в зеленом чехле нужно определять размер спиц у меня только линейка не знаю как правильно делать замер я так полагаю что у вас линейка ну типа вот какой-то из таких на в которую мы втыкаем спицы и смотрим в какой кружочек они подходят и поэтому и этом основании мы делаем вывод какие это спицы не знаю как правильно делать замер для начала взяла спицы чагу на спицы есть гравировка с номером и спицы хорошо проходит соответствующие ему отверстие взяла нет про там другая ситуация в отверстие заявленного производителем размера на линейке спицы полностью не входит только кончик вот и теряюсь теперь в догадках как определить размеры у китайских спиц а для самых тонких в линейке вообще нет отверстий может присоветуете что или где приобрести инструмент который есть у вас для этой цели мои дорогие друзья у меня есть инструмент для этой цели сейчас я вам про это расскажу но вообще мне хочется немножечко как бы как инженер-технолог рассказать вам немножко нюансов про изготовление спиц хотя мы спицы не изготавливаем но теорию я все-таки знаю и понимаю почему такое может происходить смотрите мои дорогие друзья дело в том что размер спиц заявленный производителем пряжи размер спиц я не буду сейчас брать спицу возьму ручку вот эта ручка производитель нам заявляет что вот эта спица у нас диаметром 350 миллиметров например три с половиной миллиметров но эта ручка может быть это номинальный размер 350 этот номинальный размер может варьироваться и он может изменяться как в отрицательную сторону так и в положительную сторону любой гост государственный стандарт на тот или иной вид продукции вот эту вариабельность вот этот вариант эти он подразумевает например я не знаю сейчас гостов на спице и гост в тем более в разных странах разные стандарты это в нашей стране есть госты есть оста есть тех условия и прочее да там например в других странах дин и дин ен там есть да это европейский стандарт разные другие стандарты мы сейчас в это не лезем на всех во всех стандартах есть номинальный размер 3,5 и есть пределы вариативности, то есть пределы изменения. То есть, например, мы придумаем сейчас с вами, что спицы 3,5 могут варьироваться от плюс до минус одного миллиметра. То есть спицы 3,5 миллиметра могут быть 3,40, 3,50 и 3,60. Могут же быть так, могут. По ГОСТу это положено. То есть производитель вам вытягивает эту проволочку, если это полая спица, в общем, если это цельная спица внутри из металла, просто тянутая спица такая, то это одно. Если это полая спица внутри, полая пустая, это другое. И в той и в другой спице производитель проволоки, а эта спица будет изготавливаться из проволоки, проволока идет определенного диаметра. И она не может вся идти 3,5. Она может идти, я вам еще раз говорю, 3,40, 3,45, 3,50, 3,55, 3,60, 3,65. По разным ГОСТам, по-разному. Может проволочка 3,5 быть, например, плюс-минус 2 миллиметра. То есть от 3,30 до 3,70 она будет варьироваться, а номинальный диаметр считается 3,50. Вот поэтому у вас в вашем, у вас есть разница между ЧАГУ и КНИДПРО. Могу сказать, даже в ЧАГУ, например, в одной из фирм, например, вот ЧАГУ между спицами одними 3,5 и вторыми 3,5 может быть вот эта вариативность. Одни будут 3,48, другие будут 3,52 миллиметра. И все, и они уже немножечко вот на миллиметры, какие доли миллиметров, но они отличаются друг от друга. Невозможно изготовить проволочку номинального диаметра строго 3,50 и всегда. Возможно, там у вас 3 тонны вы изготовите такой, а потом еще 20 тонн вы плюс-минус изготовите. Это здесь зависит и от волок. Не будем в это вклиниваться, в мою работу основную. Но мне было интересно поговорить об этом. И приятно, что вязание может мне предоставить возможность поговорить и об основной своей работе. Это же так здорово, когда твоих два увлечения, работа и хобби, они соединяются в одно. Спасибо вам большое за вопрос, Елена. Благодарю. Так, это первое. Мы с вами поговорили, от чего это зависит. Вы теперь это поняли, что это никто не ошибся, ни НИДПРО, ни ЧАГУ, ни линейка. Никто не ошибся. Здесь в линейке тоже отверстие, например, строго 3,50. А у вас спица ЧАГУ, например, 3,49 и она спокойно входит в это отверстие. А, например, НИДПРО у вас не 3,50, а 3,51. И она уже в отверстие не войдет, а войдет только кончик, как вы и говорите. Как же быть? То есть линейка вам не помогает, вы не понимаете, какой это размер спиц. И что же я могу вам посоветовать, какой приобрести инструмент? Инструмент, который вообще на производстве используется, который замеряет толщину, какую-либо толщину, это микрометр и это штангенциркуль. Ну, микрометр и тем, и другим можно пользоваться. Я бы пользовалась и тем, и другим, если бы у меня это было в наличии, у меня этого не было на работе. Я этим пользовалась когда-то в свое время, умею пользоваться и штангенциркулем, и микрометром, но дома. У меня же муж молодец. И он для себя, когда мы открыли для себя Алиэкспресс, вот эту площадку, да, плеймаркет, и... плеймаркет? Маркетплейс! В общем, когда мы открыли для себя магазин Алиэкспресс, муж оттуда начал выписывать всякие разные себе мелочи. Мелочи, которые ему облегчают жизнь в плане, ну, мужских таких вещей, в виде, там, ну, я не знаю, дрели, шуруповертов, там, отверточек разных, да. Я не лезу в мужскую тематику и не сильно ее понимаю. Но однажды он выписал вот такой штангенциркуль. Штангенциркуль, который... Вот он, пожалуйста, да? Вот. Вот такой штангенциркуль. Он продается на Алиэкспресс. Я думаю, что он есть на всех маркетплейсах и в магазинах вашего города. То есть вы можете... Вот здесь вот есть такая линеечка. Если вы умеете пользоваться штангенциркулем, вы можете пользоваться этой линейкой. Ну, а для простоты и удобства есть вот такой вот уже формат. И формат вам позволит считывать информацию, скажем, по табло. Например, как это делается? Это очень легко и просто. Невероятно просто, невероятно легко. Вы берете любые спицы. Не хочу я открывать из своей коробочки спицы. Сейчас мы возьмем те спицы, которые у меня уже есть. Ну, вот, например, образец у меня... Вот у меня две пары спиц разных. Вот смотрите. Вот это разные спицы, разные образцы тут вяжутся. Ну, я вам покажу. Вот мы берем... Так, давайте я вам это все буду делать. А вот берем спицу. Вот берем штангенциркуль. Открываем. Вот так спицу вставляем. Вот в это вот вот отверстие мы вставляем спицу и зажимаем. Видите? У нас показано 3,0. Значит, спица, которая у меня в руке, 3,0 миллиметра. Если я чуть-чуть эту спицу покручу, она может не везде быть 3 миллиметра. Вот, видите? Она варьируется. Вот 2,9. То есть я ее кручу вокруг своей оси вот так вот. И она, ну, проволока-то не может быть вот идеально круглой. Ну, не может быть. Поэтому иногда она может быть и 2,9. Иногда она может быть 3,1, 3,0. В общем, вот. Ну, о чем это говорит? Ну, мы видим... Ну, так, это сейчас у меня уже раскрылось. А мы видим, что вот эта спица 3 миллиметра. Даже если она будет 3,1, 3,2, я буду понимать, что это троечка. Если она уже будет 3,3, тогда я понимаю, что это 3,5. Давайте возьмем спицы потолще. Вот посмотрим. Я даже не знаю, какие-то спицы, девочки. Я же вязала образцы. Я уже не помню, на каких я вязала. Так, вот мы тоже также вставляем эту спицу сюда и смотрим. Вот, видите? 3,5. Да? Половинка же это? Ой, 5,5. Не, не может быть. Подождите, это 3,5. Да, 3,5. Да? Да. 3,5. А тоже покручу эту спицу. Попробую. Так. Вот. 3,3 есть в каком-то месте. 3,4, 3,2, 3,5. То есть мы, когда крутим, спица тоже имеет свою овальность, так сказать. Но вот этим инструментом очень легко... Я его сейчас отключу, чтобы батареечка не садилась. А вот этим инструментом очень легко замерить любую спицу. Муж приобретал это для себя. Но когда он приобретает какие-то вещи, равно когда и я приобретаю какие-то вещи, мы друг другу хвалимся. Смотри, что я нашел. Смотри, что я нашла. И этот инструмент я, как только увидела, что он себе заказал. Я сказала, спасибо тебе, мой милый, за подарок мне. Схватила его и положила в свою коробочку. В ту коробочку, в которой хранятся спицы. Муж пожал плечами, пошел и выписал себе новый. По-моему, выписал. Ну, то есть он пожал плечами. Много лет он без него обходился. Ну, и когда ему нужно, он берет вот из этой моей коробочки, в которой у меня содержатся спицы. И он забирает этот штангенциркуль себе, что-то замерит. И я строго слежу за тем, чтобы он положил его на место, потому что мне он намного-намного важнее, как мне кажется. Я у него его отобрала. Есть еще один инструмент, который я у него отобрала, правда, который абсолютно не имеет никакого отношения к вязанию, но мне он периодически очень необходим в кулинарии. Сейчас покажу. Ой, девчонки, я не знаю, как называется этот инструмент, но он у меня уже затырился у мужа. А вот такая штука, которая определяет температуру. Ага, уже не определяет, потому что, наверное, сели батарейки. Ну да, к сожалению, не могу вам показать. Короче, наставляете, например, вот возьмите его. Здесь лазер, который вы вот так вот, нажимая вот эту кнопочку, лазер пускаете на ту поверхность, которую вам нужно замерить. И здесь вы температуру тела замеряете. Кстати, вот такие штуки вы же сейчас... Это муж выписывал лет, наверное, десять назад, но тогда еще в помине не было никаких там измерителей температуры таких. А сейчас вы это все видели, зачем я вам показываю? Да, ведь вы когда заходите там... Во время пандемии мы заходили с вами в магазин, на работу еще куда-то. У нас до сих пор на комбинате, прежде чем зайти на комбинат, замеряют температуру тела вот такими штуками. И вот они вот так вот его стреляют, и у них температура вот здесь высвечивается. Но тогда мы еще никто не знал о их существовании. Тоже муж мне похвалился, какую он штучку нашел. Но я такая... О, круто! Спасибо большое, мой милый! А на тот момент я пекла торты, занималась выпечкой тортов, и я делала белково-заварной крем очень много. То есть для украшения я использовала белково-заварной крем. А там очень нужно следить за температурой сахарного сиропа, потому что если вы его переварите, крем не получится. Если вы его не доварите, крем не получится. В общем, надо найти вот эту золотую середину, что крем доварен, но не переварен. В этот момент вы его смешиваете с белками, и у вас получится великолепный крем. Для этого нужно знать температуру этого крема. Ну, я уже, конечно же, и без температуры это все определяю. Ну, вот эта штучка, думаю, вау, круто! Теперь я вообще буду прям на раз это все определять. И хоп! Стрельнуло! Все! О, еще вот пару секундочек или там пару минуточек, и крем сварится. То есть вот эту вещь я у мужа тоже свистнула. Да и вообще, я люблю у мужа свистать какие-то такие вещи, которые мне могут понадобиться, как мне кажется, больше, чем ему. И я частенько у него тырю всякие разные такие вот штучки. Поэтому обращайте внимание на то, чем пользуется ваш мужчина, что приобретают для себя ваши мужчины. Возможно, и вам это понадобится. Им, возможно, даже понадобится больше, чем им нужно. Мы же с вами, девчонки, такие. Ну, мне кажется, мужа это умиляет, когда я у него тырю их. Ну, я в открытую, в наглую тырю. Говорю, о, спасибо, милый, за подарок. Для меня это очень важно. Ну, конечно же, смеется, но мне кажется, ему даже приятно, что я ценю его покупки. Так, ну вот, в общем, Елена, я вас благодарю за такой вопросик, за возможность окунуться в возможность связать свое вязание со своей основной работой. И спасибо вам за вопрос. Это был первый вопрос про спицы. Второй вопрос Лидия Ткаченко. Ольга, здравствуйте. Спасибо большое за ваши перерывчики. Здравствуйте, Лидия. Из каждой такой передачи я черпаю новую информацию, хотя стаж вязания огромный и сама знаю много. Три года назад вы сняли мастер-класс имитации вточного рукава, расчет рукава. Сам расчет прекрасный, но технику вязания вы не показали. Сказали, что ее очень много. Не могли бы вы показать на образце, как лично вы вяжете именно тот участок, где в укороченных рядах добавляется уже по одной петле. Можно показать на кромке любого образца, который имеется под руками. Перепробовала множество вариантов и с обвитием последней петли, и без обвития, но не пока не нашла пока идеального. Ваш вариант мне понравился. Место соединения рукава с полочкой смотрится красиво. Спасибо большое, Лидия. Так, во-первых, на образце, на том, на который у меня, например, есть под руками, показать это не получится. Надо показывать все-таки это именно вот на каком-то изделии. Вы можете пройти на мой канал. У меня на канале есть несколько плейлистов. Первый плейлист вязальной полезности, где очень много полезных видео, где могут быть важная информация. Второй плейлист это мастер-классы, где тоже очень много. Только мастер-классов, никакой болтовни. Третий плейлист это носки и тапочки. Почему я вас хочу отправить туда? Носки, которые вяжутся от мыска, сразу два. Можете открыть его, посмотреть. И там я показывала прямо на камеру, как я вывязываю обратно поворотные ряды при частичном вязании. То есть здесь обратно поворотные ряды при частичном вязании. Чаще всего я пользуюсь методом немецкой поворотной петли, немецкой поворотной петли. В интернете вы найдете очень много информации. Я ваш комментарий обязательно сейчас положу в закладки. Когда я буду вязать что-то подобное, я вам покажу. Сейчас просто не могу показать. Показывать это надо именно тогда, когда вяжется изделие. Желательно гладью. А сейчас у меня очень много полупатентных узоров, полупатентных вещей. Там вы можете запутаться с узорами и плюс еще вот с этим обвитием. Надо либо то, либо то показывать. Два в одном не совместятся. Покажу вам как-нибудь в следующий раз. Но сейчас хочу сказать. Вот посмотрите, как вяжутся. Вы пишете, знаете, еще то, что вам нужно показать именно тот участок, где я добавляю по одной петле. Но таким же образом я добавляю и 10 петель. То есть я провязала 10 петель, последнюю петлю я также буду делать немецкую поворотную петлю. Провязала я 3 петли, последнюю я буду делать немецкую поворотную петлю. Обязательно! Это не тот вариант, когда вы только по одной петле добавляете. А и вот здесь, когда мы добавляем большое количество петель, мы тоже так же будем вязать этот участок. Я периодически буду посматривать на микрофон, потому что боюсь, что он может перестать снимать и будет обидно переснимать целый перерывчик. Так, поэтому вот немецкая поворотная петля. Мне она нравится больше всех. Вот здесь, кстати, я, по-моему, я не помню, как я вязала. Нет, я здесь, наверное, снизу вверх и вшивной делала рукав, да? Тут уже, девочки, связала и забыла, называется. Или нет? Да нет, вроде нет у меня здесь сшивания. Наверное, здесь тоже немецкая поворотная петля. Я уже не помню. Девчонки, в мастер-классе есть мастер-класс на это изделие. Так, что еще хотела бы мне сказать? Еще. Вы пробовали и так, и так. Вам ничего не понравится. Здесь есть одна фишка Лидия. Лидия и другие девочки. Смотрите, когда вы... Так, на чем мне показать? Наверное, вот на этом процессе, который у меня вяжется совместно. Мастер-класс, на который есть постоянно на ютубе. Вот, у меня вяжется рукав. Вяжется рукав, здесь набираются петли, и тоже я туда-сюда, туда-сюда, не по одной петле, но по сколько-то брала. Смотрите, в чем фишка. Когда вы из проймы, то есть у вас есть какая-то пройма, вот она пройма, и когда вы начинаете вот здесь набирать петли, я вам рекомендую набор петель начать вязать не на тех спицах, на которых вы потом будете вязать весь рукав. Например, вот это изделие спицами я вяжу 3,75, а весь рукав я вяжу спицами 3,75, а вот петли отсюда я набирала на спицы 2 миллиметра. Чувствуете разницу? То есть я набрала петли на спицы 2 миллиметра, то есть у меня вот такие малюсенькие петельки первого ряда получились, а потом я уже начала обратно поворотными рядами все эти петельки захватывать в работу. И когда я уже начала захватывать в работу, я начала использовать спицы 3,75, спицы, которые подходят для вязания этого моего всего изделия. Мне кажется, это очень важно. Тогда у вас край будет получаться незаметный, он будет практически невидимый, потому что первый ряд петель, они будут не широкие, а такие будут мелкие-мелкие-мелкие, и их абсолютно не видно. Это я тоже придумала сама, хотя мы все можем сказать, что мы все придумали сами, хотя все придумано до нас. Ну как-то так, но до этого я дошла, скажем, доросла сама. Никто мне этого не подсказывал, придумала сама. Тоже также смотрела, что петли какие-то может быть где-то корявенькие получаются при имитации вточного рукава. И я решила попробовать что-то изменить. И вот изменила. Постоянно мне в голове что-то изменить, что-то изменить, что-то улучшить. А если это возможно, улучшаю. Если невозможно, значит это не совсем невозможно, а просто я еще не доросла до этого уровня развития. Возможно, все надо пробовать. Следующий вопрос Марина Шаймухаметова. Умница вы большая. Спасибо большое, Марина. Бомбер отличный. Оля, расскажите о своих спицах, как их храните, сумочках проектных, рабочем месте, где пряжу храните? Во-первых, бомбер отличный. Да, бомбер отличный, бомбер мне очень нравится. Бомбер мулине, который я связала для себя. Он лежит и ждет своего часа, чтобы в красивом месте его отфотографировать, снять его для вас видео. В общем, не знаю, когда это будет. Постоянно что-то некогда, некогда, но это будет. Это точно будет. А так, рассказать о своих спицах, как я их храню. Ну, сейчас я уже показывала. У меня есть несколько методов хранения моих спиц. Спицы, которые всегда со мной, они у меня в пакете. Куда бы я не поехала-пошла-села, они у меня всегда с собой. Это мои самые ходовые спицы, те, которыми я пользуюсь чаще всего и которыми я могу начать вязать в любой момент, в любом месте. То есть у меня на работе всегда есть несколько моточков пряжи. На всякий случай, если вдруг не захочется вязать то, что я принесла, например, сегодня. А вяжу я на работе строго в перерыв. У нас есть перерыв законодательный такой, 45 минут. И в эти 45 минут я за пять минут успеваю покушать, а остальное время у меня уходит на вязание. Я не трачу его впустую, не сижу просто так и не гуляю по улицам. Хранятся у меня спицы. Вот сейчас они у меня вот так вот лежали. Я прям как есть, так и говорю. Вот эти спицы я всегда сейчас беру с собой. Это мои наилюбимейшие спицы на сегодняшний момент. Это спицы нитинг вот эти. Я вам про них рассказывала и показывала. Покупала я их на алиэкспресс, вернее муж для меня их купил. По наводке одного из, не одного даже, нескольких моих дорогих любимых зрителей. Несколько зрителей прислали мне фотографию этих спиц и сказали, что они классные. Девчонки, они классные. Это китайские спицы, дешевые на алиэкспресс. Даже самые дешевые из них в этот раз я по-моему заказала за 89 рублей одна пара. Они великолепные, просто великолепные. Девчонки, соединение стыка с леской великолепные. Леска без памяти, то есть она прямая, ровная. Она не колечками вот так не ложится. Но великолепные спицы по очень низкой цене. Это спицы китайские, продаются на сайте алиэкспресс. Больше я их нигде не видела. Они бывают в наборах, они бывают поштучно, они бывают всякие разные. Вот одна штука, я говорю, я покупала по-моему за 130 или за 170 рублей. Девочки, я всегда теряюсь в цифрах на стоимости изделий. Вот я купила, рассказала вам. Потом я абсолютно забываю, сколько это стоит. Я могу так примерно знать. Вот либо 130, либо 170 рублей. Почему-то у меня две цифры крутятся. Я покупала вот эти цифры, вот эти спицы, именно вот эти вот три пары. Каждая пара по 130 или 170 рублей, не помню. По-моему, 130. А сейчас я купила, но они у меня еще в пути и будут идти месяца два. Единственное, что с алиэкспресса сейчас невероятно длинная доставка. По-моему, они мне шли ровно два месяца и никак не меньше. Вот сейчас я заказала эти спицы по 89 рублей. То есть нашла какой-то сайт, где они вообще копеечные. Точно такие же, такие же упаковочки. Вот так вот они выглядят. Ой, девчонки, я в восторге. Огромное спасибо моему доброму зрителю, который мне посоветовал эти спицы. Как вы знаете, я люблю экспериментировать, но это восторг, восторг полный. Если бы здесь была написана фирма Нитпро или фирма Чиагу или фирма, я не знаю, какая-то из известных фирм, Лантермун или еще что-то, я бы поверила, я бы поверила, что это фирменные спицы. Спицы очень хорошего качества. Поверьте мне, это мои любимейшие спицы, они всегда со мной. Видите, две пары у меня нет. Я вяжу на них носки. То есть сразу, как только я приобрела, это спицы были 2,20 миллиметров. Да, 2,25, вот написано. Ой, отсвечивает от камеры, от 2,25. Вот света, я же включаю свет, чтобы вам было меня хорошо видно. А вот это 2,75. Они у меня пока не в работе, они у меня вот в таком виде, в коробочке лежат, но они всегда со мной, чтобы мне понадобились. И также мои любимицы, последнее открытие последнего этого года, это фирма Ади Уникорн. Ади Единороги. Спрашивайте меня, почему они называются единорожки. Посмотрите, здесь единорожек нарисован, и уникорн переводится, я так полагаю, что единорог. Поэтому Ади, вот такие они ребристые, вот такие ребристые, тоже замечательные. Одни из моих самых любимейших спиц на сегодняшний момент. Вы можете сказать, Оля, полгода назад ты говорил совсем другое, любимые спицы у тебя были другие. Да, на тот момент у меня самые любимые спицы были другие, пока я не попробовала вот эти и вот эти. Теперь я их попробовала. Для меня они просто, 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 просто класс. Также я могу вам рекомендовать и вот эти китайские спицы в зеленом корпусе, где у меня уже прописаны миллиметры. Кстати, на сайте я видела, где-то миллиметры проставлены, а где-то проставлены просто номерочек. Вот от 6, например, до 16. Если это, я так понимаю, что уже либо, либо может быть на зоне, либо продавцы, которые продают нам эти спицы для нас, по, как вам сказать, позаботились о нас и уже вот наклеили такие наклеечки уже в миллиметрах. У кого-то они будут в миллиметрах, у кого-то они будут в цифрах. Но вам один раз стоит замерить, например, тем же самым штангенциркулем или линеечкой и сюда для себя уже вписать тот размер, который соответствует вашему привычному. То есть не в цифрах 6-16, а сами написать. Спицы также неплохие, спицы великолепные. Кончик также соединений с леской замечательный. Они по скользкости немножечко уступают вот этим спицам, либо единорожкам спицам, вот этим спицам, по скользкости они уступают. То есть они немножечко, как сказать, не такие сильно скользкие. Но мне кажется, если потереть их тряпочкой, то есть взять какую-то тряпочку, вот у меня, например, есть тряпочка для очистки очков. Но я им протираю всегда камеру. Если вы возьмете вот эту спицу и будете сидеть и вот так вот ее натирать, натирать, натирать такими некрасивыми движениями, и она у вас будет более скользкой. Мне не нужно, чтобы у меня все спицы были более скользкими, потому что иногда бывает очень скользкая пряжа, которую на скользких спицах вязать будет некомфортно. Тогда мне понадобятся вот эти спицы. Кстати, ими я сейчас вяжу образцы. Вот те замеры, которые я сейчас замеряла, это спицы, по-моему, отсюда. Наверное, отсюда. Может, не отсюда. Ну, в общем, а что я ими могу еще вязать? Так, каких у меня размеров не хватает? 2,20. 2,20 это, по-моему, я ими вяжу носки. Носки у меня на работе вяжутся на всякий случай, если я устану от другого проекта. 2,83,20, по-моему, у меня где-то в образцах. Ну, в общем, что-то я ими вот на данный момент прям как раз вижу. Видите, их нету здесь. Это означает, что они у меня в работе. Так, вот, в общем, я храню. Если я покупаю спицы в чехле, то храню их в чехле, и они у меня просто лежат на моем рабочем столике. А рабочий столик, это у меня рабочий диванчик. То есть у меня диванчик, и на диванчике такая как бы широкая-широкая, широкий подлокотник деревянный, под низом там еще тумбочка. И вот на этом подлокотнике это у меня, он такой широкий, знаете, 10-20, ну, сантиметров 50 вот этот сам подлокотник, и я его использую как столик. У меня на столике здесь стоят угловой диван. И вот на нем никто не спит, потому что, ну, когда приезжают дети, они на нем спят. Но я тогда все со столика убираю, делаю порядочек. У меня здесь пустой диванчик. Они спят комфортно, я надеюсь. Вот. А когда детей нет, они у себя там, в Перми, то я здесь устраиваю свой рабочий уголочек. Вот я вам ответила на второй ваш вопрос, где мой рабочий уголок. Также спицы, которые у меня разъемные, вот они, видите, они у меня все хранятся в чехле от Nova Metal. Это первые спицы разъемные, которые появились у меня дома. Мне их муж подарил сюрпризом мне на 8 марта. Он просто залез в мою корзину на озоне и посмотрел, что же я там себе в корзиночку складывала. Спицы вот эти были одни из тех, что я сложила к себе в корзинку. И он взял просто и выписал мне их. Я ни о чем ничего не знала. То есть он вошел со своего аккаунта в вазон, выбрал эти спицы и мне их заказал. Было невероятно приятно, просто приятно. И ценю, храню, уважаю и люблю вот эти спицы Nova Metal от NetPro. Я люблю, мне они очень нравятся. Несмотря на то, что у них лески с памятью. Вот это вот красная лесочка, синенькая лесочка, зелененькая лесочка. Они все с памятью лески, но я ими пользуюсь и мне они нравятся. Вот так храню спицы. То есть опять-таки в чехле. И здесь все. Видите, я сюда и спицы подаренные мне. Раечка, большое тебе спасибо за твои подарки. Спицы подаренные девчонками у меня здесь есть хранятся. Спицы, купленные мною еще дополнительно. То есть это уже не Nova Metal, это уже Zingy спицы и прочее. Я вот храню здесь и они мне тоже всегда с собой. То есть у меня с собой практически есть почти все номера спиц, которые могут пригодиться мне в вязании. То есть все ходовые размерчики у меня вот тут есть с собой. Так, дальше, дальше. А остальные все спицы, которые я также использую, нельзя сказать, что они просто лежат вот в этой коробке. Это простая обувная коробка. У меня все по-простому. И вот так вот у меня лежат вот эти чехлы спицами. Видите, я пользуюсь всеми спицами. И китайскими обычными, и гамовскими. Это тоже китайский вот этот синенький этикетка. И вот такие вот спицы я тоже выписывала. Дешевые, недорогие. Здесь очень много спиц, которыми я пользуюсь. Здесь вот у меня крючок для тунисского вязания. Света Белоречанка мне уже два подарила тунисских крючка. Вот у меня оба они здесь лежат. А здесь также у меня есть устройство для изготовления помпонов. Абсолютно ненужная вещь. Не покупайте ее никогда и никто. Не рекомендую. Помпоны получаются отвратительные. Ну или я не умею ими пользоваться. Я купила другую помпоницу, которая мне нравится гораздо больше. И здесь у меня вплоть до вот таких вот таких очень толстых спиц. Это спицы диаметром 15 миллиметров. А тогда я не помню что, но что-то дочь меня просила ей связать. То ли это шапка была, то ли это еще что-то. Ну вы знаете, молодежь иногда любит такие вот очень рыхлые вещи. И вот я покупала эти спицы именно для того вязания. Не помню даже, что вязала. И также у меня в этой коробочке, как вы уже понимаете, хранится мой штангенциркуль, в котором я замеряю более точный диаметр спиц. Но мне это нужно, замерить более точный диаметр тогда, когда мне нужно положить эти спицы в свою коробочку. То есть у меня, чтобы знать, какая спица откуда у меня. Видите, валяются же коробочки. Я же не знаю, где я какими вяжу. А по замеру я могу определить, какую куда положить на свое место, чтобы в следующий раз взять и пользоваться. Так, следующий вопрос от тебя, от вас, Марина. Это значит о своих спицах, как я их храню. Я сказала о проектных сумочках. У меня вместо проектных сумочек используются вот такие корзины, купленные, по-моему, в фикс прайсе или в светофоре. В светофоре, по-моему, мы их покупали. Таких корзин у меня раз-два-три. По-моему, три корзины. И четвертую корзину мне подарила мамуля. Покупала она ее не знаю где. И вот она у меня вот такая зелененькая яблочками. Такая детская корзинка. У ней, кстати, лежат мои детские вязаные вещи, которые я вяжу на новорожденных. Ну так получилось. Не специально. Проектная сумочка у меня одна, уже достаточно грязная, уже достаточно замыленная. Ее нужно постирать. А здесь у меня хранится проект из Ламбада Файн. Это вот тот проект, который висит на манекене. С того раза, когда я вам снимала видео про него так, вот как повесила на манекен, и любуюсь, девочки. Ой, ладно, не буду сейчас, а то я сейчас начну хвалить эту пряжу. Во-первых, вот эта пряжа. Как она мне понравилась. Какая она классная. Я думаю, что в ней будет великолепно. А цвет вот этот неви, это истинно черный цвет. Вернее, синий цвет с переходом в черный, в такой глубокий синий. Это вообще. Это вообще. Вот, сумочка у меня одна. Шила я ее сама. Кстати, на канале есть мастер-класс по тому, как шить такие проектные сумки. И прямо на этой проектной сумочке я вам показывала, как ее шить. У меня их было три, по-моему, две, три, три. По-моему, две я подарила. Я шила специально для девчонок, которым хотела подарить эти сумочки. Они у них. Я надеюсь, они ими пользуются. А вот эту сумочку я оставила себе. И с удовольствием, с превеликим удовольствием ей пользуюсь. Здесь у меня нет карманов. В принципе, честно, они мне абсолютно не нужны. То есть девочки туда маркеры кладут, еще что-то. Я все кладу вот в эту сумку. У меня все в этой сумке валяется, кстати. Здесь еще от моей любимейшей пряжи лежит этикетка. Надо ее отсюда убрать, а то я потом потеряю. Сделаю это сейчас прям, а иначе потом я буду искать, где же у меня этикетка от Linus du Nord носочной пряжи. И не смогу найти ее. Мне кажется, я кривая. Надо поправить вас. Итак, вот. Проектная сумка у меня одна. Вот такая вот. Если мы едем в дорогу, я люблю пользоваться обычными пакетами. В пакетах у меня... То есть я беру... Либо я корзину с собой беру, если это уместно. Не везде можно взять корзину. Либо я беру в пакет все это, складываю пакет в ноги. И когда сижу в машине, вяжу из пакета. Мне так удобнее. Либо из корзиночек. Вот. Так, значит, о спицах рассказала, о сумочках проектных и корзинках проектных рассказала. А еще есть у меня одна корзина проектная. Ну как же я вам могла про нее забыть рассказать? Это проектная корзина, которая у меня носочная. Это вот такое великолепие. Здесь у меня и готовые носочки лежат, хранятся новые, которые мне нужно подарить. И пряжа, которую я хочу извязать. У меня там внизу целая куча, дорогие друзья. Вы видите только верх. Видите только верх. Но у меня целая куча еще и внизу. И вот мои носки, которые вот на этих новых спицах для меня. Видите, зелененькая леска такая она. Видите, абсолютно прямая. Никаких колечек на ней нет. Она без памяти. В общем, вот две пары носков вяжу одновременно. Хочу вяжу такого цвета. Хочу вяжу другого цвета. Вот такая я девочка. Что хочу, то и вяжу. Итак, вот. Рассказала вам о рабочем своем месте, где пряжу храню. Вот я храню пряжу. Вы видите. Давайте немножечко. Наверху у меня книги находятся. Здесь дальше у меня немножечко церковная полочка. Наверху у меня книги. Внизу у меня пряжа. И в самом низу, вот там видите, вот так вот коробочка. Эта коробочка у меня вот с этой нижней полки. То есть полка открывается. Коробку пока не убираю, потому что мне сегодня надо начать один процесс и выбрать пряжу. Я вытащила пряжу специально, чтобы найти. Здесь у меня сбоку, видите, вот хранятся мои проекты. Сзади фотографии любимых мне людей. Там их очень много. Просто вот верхушки, которые вы просто видите. А тут хранятся у меня мои рабочие проекты, которые я вяжу. И дальше там немножечко есть как раз держатели для бобинной пряжи и для моточной пряжи они подходят. И вязаные детские вон там изделия, которые мне нужно скоро отдать. То есть вот так у меня хранится. А внизу, вот в этой полочке как раз, которую вы открываете, там внизу у меня стоят вот такие коробки. И в этих коробках несметное количество остатков пряжи. Та пряжа, которую желательно извязать в ближайшее время. Вы знаете, что я с марта месяца так вот бзыкнула и сказала, «Один процесс из остатков у меня должен быть всегда», сказала Оля. И не начала ни одного процесса из остатков. Ну, слово, я как слово дал, так слово можно забрать обратно, да? Нет, конечно же я начну и что-то нужно замутить из остатков. Кстати, да, я же сегодня начну этот проект. Я планирую начать как получится. Сегодня к нам придут делать потолки, натягивать. Поэтому, может, здесь немножечко не получится, но я планирую. Мне нужно для подруги связать кое-что очень важное. Так, дальше. Елена Пробст. Хелен Пробст. Лена, добрый день. Это моя подруга, подруга из Германии. Моя вязальная подруга, с которой мы познакомились благодаря моему каналу на YouTube. Леночка, я очень рада тому, что ты мне задала этот очень замечательный вопрос. Но сейчас пообщаемся. Я коротко вам на него отвечу. Оль, скажи, вот если Саша, Саша это мой муж, для тех, кто не знает, если Саша подарит тебе обалденно красивое платье, но оно будет зеленого, твоего нелюбимого цвета, ты будешь его носить? Лен, я тебе уже ответила в комментарии. Обязательно. Я обязательно буду его носить, я обязательно буду его надевать, потому что это платье подарит мой любимый муж. Но, здесь есть одно но, он никогда мне не подарит платье зеленого цвета. Он прекрасно знает, что на зеленый цвет у меня, ну не знаю, какое-то отторжение внутреннее. Причем на зеленый цвет, когда его ношу я. Если я вижу зеленые цвета, когда их носят другие люди, мне все нравится. Меня не то, что раздражает сам зеленый цвет. То есть я зеленый цвет люблю в природе. Я зеленый цвет обожаю на других людях. Болотный цвет мне очень нравится. Я ни разу не вязала изделие себе болотного цвета. Вот мне иногда так кажется. Не попробовать ли мне такой цвет хаки, болотный цвет, может быть уже в ту область перейти. Часто я, очень часто пытаюсь связать себе вещь зеленого цвета. Вот, например, вам сейчас передается опять, не знаю, наверное, петрольный. Я не хочу его сюда-сюда, сейчас принесу, точно будет петрольный цвет. А вот там, возможно, вам передастся... Короче, он зеленый. Он зеленый. Вот зеленку пролейте куда-нибудь на листочек. Вот такого зеленого цвета, вот изумрудного. Вот это вот изделие, которое я недавно связала, которым я была довольна на все 100%. Там мне замечательно нравится это изделие. Но оно мне не подходит по цвету. Причем вы мне многие пишите, Оля, тебе так классно этот цвет. Мои дорогие, вы не видите настоящего цвета этого изделия. Тот цвет петрольный, который вы видите на фотографии, он абсолютно не соответствует действительности. Это зеленое изделие. Просто его камера немножечко меняет этот цвет. Я никак не могу его уловить, чтобы вам показать. И даже несколько раз на сайте я смотрела эти цвета. И я их не вижу. Итак, дальше. Поэтому, Лена, все бы, что мне не подарил муж, будет мной использоваться, будет мной носиться. Несмотря на то, что нравится мне это или не нравится, я обязательно буду это носить. Не знаю. Мне это понравится. Скорее всего, мне это понравится. Все, что дарят мне мои дети. Все, что дарит мне мой муж. Все, что дарит мне моя мама. Если даже мне изначально что-то там не подходит, я начинаю носить это изделие, потому что мне нравится то, что... Ну, как... Эту любовь я чувствую. И потом я это изделие ношу с удовольствием. С превеликим удовольствием. Поэтому это не обсуждается. Это однозначно. Это 100% будет носиться. Спасибо, Лена, за такой вопрос. Да. Любовь Борисова. Оля, попался ваш ролик трехгодичной давности. Третий день самоизоляции. Шили маски, готовили вареники, пекли кексы и хлеб. И вот вам вопросик. Кстати, Любовь, вы меня очень... Когда написали такой комментарий, я вас благодарю за такой комментарий. Потому что, действительно, я думала, уже никто не смотрит те прошлые ролики, когда я только начинала свой YouTube-канал. Когда я снимала все, что хотела. Но я и сейчас снимаю все, что хочу. Просто снимать я хочу намного меньше, чем раньше. И вот когда началась самоизоляция, девчонки, вы знаете, было очень... Как я устала за ту самоизоляцию. Вы не представляете. Я пахала, как папа Карла. Многие на тот момент люди, которые попали в самоизоляцию, которые были замкнуты четырьмя стенами, они не знали, чем заняться. Я же, девочки, до такой степени уставала, что я просто ползла и падала на кровать от усталости. От физической усталости. Вы правильно сказали, что я шила маски, готовила вареники, пекла кексы, пекла хлеб. В основном я шила маски. Маски я сшила, девочки, в невероятных количествах. Там, наверное, количество было на тысячу. Дело в том, что на самый первый момент, когда первый раз, это, по-моему, был март месяц, 20-го года, объявили самоизоляцию. Нас на неделю, по-моему, закрыли дома. То есть нам... Наше предприятие тогда закрыло нас дома и сказало, сидите неделю. Ни о какой удаленке не было и речи, потому что это было все не предусмотрено. Еще никто такого... Такого никто не ожидал. Это потом уже нам сделали удаленку, и мы уже работали дома. Там есть было чем заняться. А здесь, значит, многие слонялись из угла в угол. Ну что, навели порядки? Ну что это порядки? Это один день, порядок у тебя дома, да? Все перемыли, все переготовили. Со всеми переругались домашними. Все переспорили, перепсиховались. Я же, девочки, я пахала. Честно вам скажу. Дело в том, что в городе исчезли все маски. Одновременно с этим и у людей не было возможности приобрести маски. И я сначала, так как я в это не верила до последнего, считала это бред какой-то, как и большинство из нас, что это какой-то бред, это вообще какая-то фигня, и маски нафиг не нужны. И вообще бредятины полные. Но потом, когда я поняла, что меня без маски никуда не пустят, я такая, а где мне их брать? Ну где брать? Либо вязать, либо шить. Вязаные маски абсолютно мне не нравились. Ну, я их не понимаю, не представляла вообще от слова совсем. А вот маски шитые мне показались очень интересными. И я тогда сшила маски для себя. И просто в интернете сфотографировала. И отправила, как я выгляжу в маске ВКонтакт, по-моему, в Одноклассники. Я везде скинула эту фотографию. И мне начали писать, Оль, сшей мне, сшей мне, сшей мне. Ну, то есть это начали писать друзья, подруги. То есть сшей нам там четыре маски для домашних. Да не проблема. Ну, что такое сшить маску, да? Там два шва и все. Отпарила эти швы и сшила, и все. Да, два. Ну, три шва, ладно. И резиночку. Я начала обшивать всех друзей. Кому надо было. Сама не навязывалась. Кто просил, тому делала. Потом пошли друзья друзей. Потом пошли родственники. Потом пошли родственники родственников. Потом пошли незнакомые мне люди, которые просто мне начали писать в интернете, в Одноклассниках, ВКонтакте. Люди, жившие со мной в одном городе, что, Оля, пожалуйста, сшей нам маски. Потом пошли люди из Терляна, родственники из Терляна, которые просили меня сшить маски. И вы знаете, их как повалило. У меня ткань-то уже кончилась. Я их сшила белой, из белой ткани. У меня тогда на тот момент была ткань. Она махом закончилась. Там сколько-то невероятное количество метров у меня в лед ушло. Я начала писать, у меня нечего. Я им говорю, о, у нас есть новые простыни или новые там, ну, чисто белые. Помните, да, в Советском Союзе было принято белое белье. А у многих оно просто лежало свернутое с 80-х годов с этикетками. Вот эти новые простыни были. Мне начали приносить эти простыни. Мне начали приносить черную ткань, потому что кому-то хотелось черной маски. Мне начали приносить цветную ткань, хбшку. Кто-то хотел цветные маски. И мне начали приносить маски, ткань, резиночки, потому что резинки у меня еще быстрее кончились, чем ткань. А возможности купить в магазинах не было, потому что магазины были закрыты. не было возможности приобрести в магазинах. И я все это шила, шила, шила. Девочки, я... Ну, на секундочку, я не взяла ни одной копейки ни с одного человека за эти маски. Первую самоизоляцию, когда я шила маски, я не взяла ни одной копейки. Знаете, как я выгорела? Как я устала? Это видели только мои домашние. Я на самом деле... У меня был список. У меня, по-моему, я даже его ради интереса где-то оставила. Сейчас не буду искать. Например, там... Ну, например, тетя Маша. 30 масок попросила. Пишу, 30 масок. Дядя Коля, там, 10 масок. И причем, знаете, я шила, 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 а потом такая... Так, стоп! Зачем этой семье из двух человек 30 масок? Зачем? Я понимала, что они их не продают. Они берут их под запас. Ну, бесплатно, что бы не взять. И никто, никто не подумал о том, а что это стоит сшить эти 30 масок? Ну, я им шила. Это на их совести. Честно. Правда. Шила всем столько, сколько хотели. Кто-то заказывал одну маску, кто-то заказывал две маски. Тем я квала, может быть, четыре даже маски. Да, вот. Не дадут соврать. Ну, они, наверное, меня уже не смотрят сейчас, эти люди. Но это такое было. То есть я вижу, что человек заказал строго две маски. Для себя и для мужа. Или там для себя, для мужа и для ребенка. Три маски. Я положу в два раза больше масок. Сошью им в два раза больше масок. Потому что я понимаю, одну там взяли, постирали, вторую. Но когда на двух человек заказывали там 20-30 масок. Так я думаю, ну да. Себя вы жалеете. Свои деньги вы жалеете. А мой труд вы не жалеете. Ну, это на вашей совести. Вот. И потом, потом. Я хотела, я хотела всем подарить. То есть подарить частичку души своей. Нашить этих масок столько, чтобы никто в них не нуждался. Чтобы у всех они были. И что я получила взамен? А взамен я получила одно сплошное выгорание. Одно сплошное физическое, физическую усталость. Усталость такую, что мама не горой. Еще раз скажу. Казалось бы, что такое сшить два шва на машинке? Абсолютно фигня. Да, полное, легко. Это делается на одном дыхании. Но когда ты их шьешь тысячами, это просто становится каторгой. Ну, кто делает, наверное, одну и ту же работу, тот понимает, о чем я говорю. Вот. Потом, значит, и тогда я приняла решение. Стоп. Мне нужно брать за это деньги. Причем решение это пришло не от меня. Решение пришло, как всегда, от моих детей, которые мне сказали, которые истерили, просто ругались на меня, что так нельзя. Я говорила, так, дети, стоп, так можно, так нужно. Я должна, я должна, я всем должна себя отдать. Как тот Данка с факелом шел, да, вот светил, вырвал свое сердце из груди, шел, светил этим сердцем. Остальным дорогу, пока вот он светил, он всем был нужен. Как только он погиб, его затоптали и ушли дальше. Условно тогда. То же самое происходит и с человеком, который себя дарит людям. Вот вы сейчас многие мне пишите, да, спасибо, Оля, за бесплатные мастер-классы, спасибо за бесплатную информацию, которая от вас идет. Понимаете, мои хорошие, я сейчас опять вам вот так вот себя дарю, вот так вот. Я просто вот вырываю сердце из своей груди, из факела, иду впереди. Я хочу, чтобы вы все научились вязать, но так, как вяжу я. Я не говорю, что я вяжу профессионально, шикарно и круто. Нет. Я вяжу вот так, как я вяжу, но я вяжу лучше многих. И вот я хочу, чтобы те многие, если они хотят, если они хотят, они бы научились вязать так, как я. А я в этот момент развиваюсь дальше, иду еще выше на ступень своего вязания, что-то еще новое для себя пробую, и я опять вырастаю в своем вязании, меня опять догоняют, и я очень рада вот это вот, делиться вот этим всем. Но, мои дорогие друзья, я опять чувствую, что я выгораю, опять я чувствую, что у меня просто идет вот все, у меня все, я горю, я горю вот этим, поделиться с вами. Я тоже понимаю, что так нельзя, и поэтому я прошу, не обижаться на вас, если вдруг в один прекрасный момент я перейду на платную платформу, или на платную какую-то вещь. Я понимаю, что сейчас 90% вас меня не поймут, о чем я говорю, но я только надеюсь на ваше благоразумие, на то, что вы на меня не обидитесь, а поймете это все-таки правильно. Я понимаю, что вам хорошо от бесплатного, но мне от этого нехорошо. Если даже я буду брать вот столечко денег за это, за все, я буду понимать ответственность, я буду понимать нужность, и если человек мне вот столечко заплатил, значит и человек понимает нужность вот этого мною сделанного, какого-то там, либо мастер-класса, либо какой-то там это, либо еще чего-то. Это не говорит о том, что все, я перехожу на платный контент, и я все, закрываю свои видео, или там перестаю снимать для вас какие-то там полезности, мастер-классы и прочее все. Да нет, нет, абсолютно нет. Я так думаю, что будет и платная, и бесплатная информация, дозированная и там, и там. Но мне нужно немножечко от вас вот эту связь, что это нужно. Потому что все, что бесплатно, оно не ценится. Никогда, и никем, и ни при каких обстоятельствах это не ценится. Это я поняла на тортах, это я поняла на масках, это я поняла на шитье, это я поняла на вязании, в подарок кому-то что-то. Я очень много раз наступаю на одни и те же грабли, и все равно я хочу бесплатно нести вот этот вот факел, вот этот вот из своего сердца, горя вот нати. так не получится. Это так не работает. К сожалению, увы и ах, я абсолютно не алчный человек от слова совсем не алчный, очень даже не алчный, меня за это ругают все близкие. Я могу подарить все, чего угодно, кому угодно, когда угодно, но если человек меня не уважает, он ничего не получит, потому что иначе будет плохо. Ох, как меня понесло от одних только словом маски, любовь, вы во мне видите, какую бурю эмоций подняли. Ну я вот такая, какая я есть, я вся перед вами, как всегда открытая. Вот так я думаю на сегодняшний момент, на 20 апреля 23 года. Как буду думать завтра, я не знаю. Итак, вы меня спросили, расскажите все, что можно про печку и выпечку хлеба. Как работает печка, какие надо ингредиенты для хлеба, чтобы он был вкусный и ваш личный рецепт. Весь расклад, что и как. У меня нет возможности постоянно выходить за хлебом, это единственный выход для меня печь его самой. Но я не ем хлеб уже 5 лет, а с начала пандемии вовсе не стала выходить из дома. Одна польза, что без хлеба не поправляешься, и это хорошо. Но не все продукты можно есть без хлеба, иногда он нужен, поэтому у меня просьба такая, мне же с нуля надо начинать, может и еще кому-нибудь это интересно. Как говорится, не вязанием единым. Сегодняшний выпуск очень интересный и трудоемкий, всегда что-то полезное услышишь. Спасибо. Итак, любовь про хлеб. У меня есть хлебка, хлебка, ой, у меня есть хлебопечка, хлебопечка по названию Мулинекс, Мулинекс, не помню название, в общем, что я хочу сказать, мне очень нравится именно эта фирма. Покупала я ее давно, у меня уже вторая мультиварка такой же фирмы, то есть я первая, кто купила мультиварку в нашей семье, потом такую мультиварку купила моя мама, она не оценила вообще мультиварку как, ну в частности, ей не понравилось печь хлеб, она передарила эту мультиварку моей бабушке. Бабушка пекла периодически этот хлеб, но потом бабушка передала эту мультиварку мне, еще будучи живой, она отдала ее мне, сказала, пусть у тебя будет две, раз ты хлеб печешь, печешь постоянно, она тебе пригодится. Так и случилось у меня, дело в том, что первая мультиварка уже вышла из строя, ввиду того, что я очень часто пекла хлеб с отложенным стартом, то есть мне нравится просыпаться под аромат выпеченного, свежевыпеченного хлеба, и что я делала? Я с вечера закладывала все ингредиенты в хлебопечку, а утром у меня хлебопечка сама автоматически начинала его выпекать, так вот, когда вот так делаешь, а внизу лежит вода, и вода там разъедает, видать, отверстие, попадает, все равно попадает в отверстие, какая бы там смазка ни была, и начинает, а там же температура, и вода, в общем, вот это все, оно закипает, и потом не функционирует, короче, чтобы это исправить, ну, наверное, это можно исправить, но я не стала на это заморачиваться, а тем более, потом я уже разбила стекло верхнее, нечаянно, это даже сделала не я, но не важно, разбилось у нас стекло верхнее, и я, ну, у меня же есть другая хлебопечка, поэтому я ее все в сторону, взяла новую, и начала, ну, как новую, условно новую, потому что на ней пеклось мало, и до сих пор она у меня в пути, в ходу, эта мультиварка, прошу прощения, хлебопечка, мультиварка тоже есть, и вот эта хлебопечка, и что я поняла, никогда нельзя откладывать старт выпечки хлеба, никогда, это возможно, хлеб, ну, это шикарно, когда ты просыпаешься, у тебя аромат свежевыпеченного хлеба, это ни с чем не сравнится, но тогда портится все-таки хлебопечка, я больше ее портить не хочу, и я больше такие эксперименты не провожу. Как только я заложила продукты, я выпекаю хлеб, никогда не откладывая ничего, то же самое я сделала и с машинкой стиральной, не знаю, почему там вообще никаких проблем нет с отложенным стартом, но вот почему-то на хлебопечке я обожглась, и теперь я дую на воду, условно, и боюсь на машинке на стиральной тоже отложенный старт включать. Положила, загрузила белье, постирала. Так, итак, я предлагаю вам хлебопечку Moulinex. После нас очень многие друзья приобрели, родственники, друзья приобрели свои хлебопечки. Была хлебопечка LG, я пробовала, была хлебопечка, по-моему, Energy называлась, или еще как-то. Galaxy, Galaxy, у друзей у нас Galaxy. В общем, мы с ними очень много экспериментировали, и в LG, и в Galaxy хлеб печется немножко не так. То есть, чуть-чуть у него сразу шапочка падает. Я даже свои рецепты пробовала туда внедрять. Мы пробовали, искали рецепт, чтобы найти, почему это происходит. Там либо больше теста добавлять, либо с дрожжами играть. Мы играли ингредиентами, дрожжами и прочим всем, но получилось. Получалось вкусно, но с такими все-таки но. А в Moulinex получается абсолютно, не только. Вот у меня их две, Moulinex печки, и потом, по моему совету, очень многие набрали себе Moulinex печек, уже более крутых, там, с багетами, с изготовлением багетов и прочие-прочие. Соседи у меня брали. И все до сих пор ими пользуются, и все радостные. И самый элементарный хлеб, который есть в программе, прям, в книжечке, к рекомендации, вот этот хлеб получается просто великолепный. Я пеку три вида хлеба, три вида остальных. Я пекла очень много разного хлеба, как только мы вот приобрели эту хлебопечку, я что только не использовала, какие только программы не использовала. Но потом я остановилась на трех видах хлеба, на них я и осталась. Это обычный хлеб из высшего качества муки, белый хлеб, он очень вкусный, очень классный. Второй хлеб, это хлеб с добавлением отрубей, то есть я покупаю отруби, отруби это вот как такое, не то что отруби в гранулах, а отруби в виде шелухи от зерна. Вот такие отруби я покупаю, они там копеечные, стоят чуть ли не 20 рублей килограмм. В магазине, по-моему, я в Ситне их видела, в Перми видела, какой-то магазин такой был, и там вот увидела эти отруби, то есть на вес полмешочка будет стоить 2 рубля условно. Вот отруби я добавляю. То есть у меня хлеб второй, это с отрубями, и третий хлеб у меня, это хлеб ржаной, в который я добавляю сусло, сусло, да, да, сусло в общем. По-моему, так называется, такая темно-коричневая, либо жидкость, вонючая такая жидкость, которая на производстве добавляется. Мне подруга с производства приносила эту жидкость, мне литровой баночки хватило лет, наверное, на 5. А сейчас я нашла в интернете, в интернете продается такой порошок в виде сусла для хлеба, ржаное сусло. Оно как-то не сусло называется, а по-другому. Вот, я его покупаю на озоне, и мне этой баночки тоже хватает на несколько хлеба такого, так как я его делаю не каждый день, то мне его вообще на долго хватает. Вот, личный мой рецепт. Ну, я вам скажу стандартный свой рецепт для белого хлеба. Это 300 миллилитров воды, чайная ложка соли, столовая ложка сахара, полторы столовых ложки подсолнечного масла. Это все мы заливаем в чашу, потом мы сверху кладем три стакана муки. Если вы хотите хлеб со трубями, то тогда положите два с половиной стакана муки, а полстакана возьмите отрубей. Вот, три или три с половиной стакана муки. Здесь варьируйте сами, как вам нужно. В общем, три-три с половиной стакана муки. И сверху на муку я сыплю столовую чайную ложку дрожжей. Вот, вот мой рецепт. Все, и на стандартную программу я его кладу, и все великолепно печется. Нажимаю стандартную программу, нажимаю, там у меня есть выбор корочки, я беру самую поджаристую корочку, но я такое люблю. И все, и у меня там через 3 часа 20 минут, по-моему, готова булочка, килограммовая булочка хлеба. Это я вам дала расчет на килограмм хлеба. Вот такой вот мой рецепт. Ох, какой у меня длинный получился ответ на ваш вопрос. Следующий вопрос. Там лет, то есть Татьяна. Это ее ник такой в интернете. Оля, у меня вопрос. Пряжи из альпака колючие или нет? Еще посетила мысль, что подклад для такой шапочки можно связать на спицах покрупнее для экономии пряжи. И еще, вы много вяжете носков. Я люблю, когда в носках резинка связана до пятки. Ведь не угадать, чтобы внизу носок сидел, как вы здорово сказали, по фигуре. Носок на счет чумачечьих носков. Такая идея неплохая. У нас продается носочная пряжа. И там даже на картинке показана такая идея. Успехов всем! Татьяна, большое вам спасибо. Ну, для меня, идейным таким организатором, идейным вдохновителем чумачечьих носков, естественно, является Татьяна Кельмяшкина. Естественно. Все из вас ее знают. И все знают, какие чумачечьи носки Татьяна вяжет. Я просто всегда смотрю, любуюсь, балдею от них. И, конечно же, автор всех чумачечьих носков – это Татьяна. Мы ей... Ну, я ей в подметки не гожусь. Это так иногда. Я, бывает, какие-нибудь такие сумасшествия делаю. Так, насчет альпаки. Вы, наверное, имеете в виду вот эту шапочку мою, которую я вязала из стопроцентной альпаки. Альпака... Альпака... Альпака от фирмы Сиам. Альпака Перуана, по-моему, была. А сейчас я найду вам еще и этикеточку. Ой, чувствую я сегодня. Перерывчик-то будет длинненький. Вот меня понесло. Так, альпака Перуана. Вот это пряжа от Сиам. На пряже.су покупала. Как всегда, внизу ссылка на этот магазин. И там 5% скидка практически на всю пряжу. Вернее, на 100% всю пряжу, которую я использовала, которую я покупала в магазине пряжа.су. Вот альпака Перуана. От фирмы Сиам. Здесь 100% альпака. Вес нити 167 метров 50 граммов. Перуанская альпака 100%. И я вязала вот такую шапочку. Шапочка у меня двойная. Многие говорили, я отзывы читала об этой пряже, что эта шапка будет там такая, она будет теплая, что в ней вообще будет, ну, на снегу можно спать. Ничего подобного. Шапку вязала на спицах 3 миллиметра. Достаточно плотно. Вы видите, она у меня двойная. Но в морозы, а у нас морозы бывают до 40 градусов, там 35-36 зимой, мне в ней холодно, мне сверху приходилось надевать капюшон. Если вы живете в теплом климате, то вам этой шапке будет, может быть, даже жарко. Так, колется ли эта пряжа? Пряжа немножечко колкая. Она 100% альпака, перуанская альпака. Вот эта альпака, она немножечко колкая. Она такая, она даже, наверное, не колкая, она немножечко, видите, форма устойчивая. Она такая жестковатая. Наверное, за счет своей жестковатости она вот такая и теплость, такую теплость дает, да? Достаточно теплая. Конечно, я в ней в 20 градусов не мерзла, мне было комфортно. Но вот 35-40, скажем, уже колпачок сверху надевал. Но мне там кажется, хоть что надень, мне кажется, будет холодно во все. Так, и еще. Вы мне там написали. Значит, немножко колкая, но я бы ее рекомендовала даже для детских шапочек. Ничего, лоб у меня не чешется, хотя у меня от сильно колкой пряжи лоб чешется. От этой никогда не чесался. Не знаю. Так, что подклад для такой шапочки можно связать на спицах покрупнее для экономии пряжи. Но если вы хотите сэкономить пряжу, подклад вы вообще можете связать и с другой пряжи. Потому что если здесь вы начнете подклад вязать на другом номере спиц и делать его более воздушным, тогда вам придется убавлять петли. А если вы петлю убавите и будете делать ее воздушнее, она будет менее теплая. Логично, да? То есть петли будут широкими, воздух в них будет проходить гораздо быстрее. И в ветреную погоду второй подклад не имеет смысла тогда вообще быть. А если вам вы вообще не приемлете колючей пряжи, вы можете туда какой-то более мягкий состав взять, связать. Только натуральный состав я бы советовала. Может быть что-то с полухлопком, полушерсть, полухлопок. По той же толщине, чтобы вам не пришлось рассчитывать новое количество петель и где-то их убавлять или добавлять. В общем, я бы лучше, наверное, использовала какой-нибудь хлопковый подклад. Хлопково-шерстяной подклад. Что-нибудь такое. Но не вся альпака колючая. Есть альпака Baby Alpaca, есть Suri Alpaca, она невероятно мягкая. Вот эта альпака. У меня здесь есть альпака. Я не помню, какое содержание. Сейчас посмотрим вместе с вами. Здесь у меня альпаки 30%, 28%. Вы знаете, какая-то нитка. Ой, это вообще шикарная нить. Так, ну это тоже альпака. Альпаки рознь. Но вот эта альпака мне нравится. Нравится я. Как вы видите, я приобрела еще два моточка для того, чтобы связать себе такие варежки. Да, шарфик у меня такой тоже связан. И горлышко мне закрывает и ничего не колется. Оно, вы знаете, оно немножко грубовато к телу. Но вот эта колючесть, она та, которая не раздражает кожу и покраснений не остается. Во всяком случае у меня. А я всегда была неженкой по поводу пряжи. Ну, может быть, я стала грубая. Может быть, потому что все-таки возраст и кожа, наверное, тоже у нас. С вами меняется. Ну, вот эту пряжу я еще два матка купила. Хочу себе варежки. Но это уже будет, конечно же, на следующий сезон. А в этом сезоне мне уже варежки не нужны. Так, дальше. Сказала вам по поводу подклада. А сейчас поговорим по поводу носков. Так, а что было? Я много вяжу носков. Да, я много вяжу носков. Вы любите, когда в носках резинка связана до пятки. Я такой момент не люблю. Мне не нравится. Но вы это используете и вполне себе. Ну, почему бы и нет? Как вы здорово сказали, что по фигуре. И вам кажется, что только носки резинкой будут по фигуре. Но, может быть, вы высчитаете количество петель. И любые носки у вас будут по фигуре. То есть, там же легко варьируется. Возьмите потоньше спицы. И у вас сразу носки будут по фигуре. Поменьше петель наберите, чтобы в обтяжечку они такие были. Ну, много очень всяких моментов. Вот. Ну, вроде бы, Татьяна, я ответила на ваш вопрос. Следующий вопрос написала Елена Мурланова. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Елена. Подписалась на ваш канал недавно. Спасибо вам большое. Надеюсь, вам понравится в нашем городе Куруновске. Очень нравится, как вы все объясняете. Я вяжу очень давно, но, как говорится, а дело значит хорошо. Хочу научиться вязать правильно. Но вот вопрос мой такой. Вы много вяжете какие-то вещи. Уже вы их не носите. Распускаете или вы свои вещи... Так, заново начну. Но вопрос мой вот такой. Вы много вяжете. Какие-то вещи вы уже не носите. Распускаете или вы свои вещи. Если распускаете, то что делаете с ниткой? Простите, если неправильно что-то написала. Пишу комментарий в первый раз в жизни. Елена, огромное вам спасибо за то, что вы написали свой первый в жизни комментарий. Видите, это не страшно. Написать комментарий. А как же приятно получить на него ответ. Я сама по себе знаю, когда пишешь блогером, и когда блогер тебе отвечает, ты такой, вау, классно. Такое ощущение, что вы вот рядышком. Блогер тебе ответил, и он, может быть, чуточку стал к тебе ближе. Тот блогер, которого ты считаешь чужим, далеким от тебя. Он далеко от тебя, а тут бах, а вы с ним вместе. Это очень здорово. Поэтому, мои дорогие друзья, не бойтесь писать комментарии своим любимым блогерам. Не бойтесь. Это очень здорово. Это и есть дружба. Мы же начинаем дружить с вами. Мы начинаем обмениваться информацией, обмениваться энергией. Это же великолепно. Мы можем дать друг другу чуточку счастья, чуточку радости. Не в этом ли смысл вообще всего? Так, значит, что я хотела вам сказать, Елена. Вы вяжете очень давно, но, как говорится, о делах, значит, хорошо. Ну, то есть, связала, связала. Как связала, так и о делах. А сейчас вы хотите научиться вязать хорошо и качественно. Я вот прям... Браво вам, Елена! Я очень рада. У меня вот таких девчонок, таких вот взрослых девчонок, которые мне иногда пишут, мне 74 года, мне 62 года. И я просто поражаюсь, что девочки в таком возрасте еще и комментарии пишут. Девчонки, я вам кланяюсь, вот до земли кланяюсь, я горжусь вами. Вы меня вдохновляете, вы меня прибавляете активности. Я как только увижу возраст ваш, я не говорю, что у вас там какой-то там глубокий возраст. Нет, я просто говорю, что вы в таком возрасте стремитесь выучить интернет, научиться пользоваться, быть не блогером, а активным пользователем сети, там, интернет, ютуба, вконтакте, ватсапе, какие же вы молодцы, какие же вы молодцы! Вы могли сесть уже и начать брюзжать на кого-то там, или сесть на лавочку по пять старушечек, сесть и начать там какие-то уже сплетни разводить. Нет, нет, вы не такие. Вы идете, вы учитесь, вы не умеете, но вы учитесь. И вот браво вам! Вы вот, вы мои, вы просто мои, мои по нраву, по характеру, по душе, что никогда не останавливайся недостигнутым вперед и учиться. Вот это вот, это вот кредо жизни моей, наверное, да? Что бы ни происходило, идем, встаем и учимся. Поэтому благодарю вас, Елена, за то, что у вас вот такой характер. И все девочки, все девочки, я знаю, что вас очень много, кто смотрит меня, которые по возрасту гораздо старше меня, которые мне приходятся в мамы, в бабушки. Я вас очень люблю. Я, вы знаете, я прям рада, когда вы мне пишете вот такие комментарии. Мне кажется, даже больше, чем когда мне пишут комментарии 20-летние девчонки. Когда девочке 20 лет, это все понятно, она с этим выросла, она с этим живет с рождения. Но когда вы, взрослые женщины, мне напишите об этом, поверьте, я летаю, я в раю, вот честно. Итак, переходим на вопрос. Опять меня понесло. Так, вопрос. Вы много вяжете? Какие-то вещи вы уже не носите, распускаете ли вы свои вещи? Смотрите, мои дорогие друзья, я вяжу очень давно. Первые вещи, которые я вязала на себя, я не знаю их судьбу. Скорее всего, их мама кому-то подарила, когда я их перестала носить. Скорее всего, потому что... А также первые вещи были, которые я распускала. Я их распускала и перевязывала на другие вещи. У меня никогда не было вот столько пряжи. У меня всегда пряжа была впритык. Причем пряжу мне никто не покупал. Она у меня была из распущенных изделий. Я уже очень много раз это говорила. То есть мама, бабушка вязали себе платье в дом быта, по-моему, называлось так. Отелье пошивочное. Или я что-то путаю, не важно. В общем, им там вывязывали платье на машинке. И потом они носили эти изделия. Все, они уже старели. И потом я их распускала, эти изделия, и перевязывала на вещи себе. Вот. Потом я те вещи, которые поношу, снова распускаю и снова перевязываю вещи себе. Ну, вот такой дефицит был пряжи. У меня всегда был дефицит пряжи. Когда я только вышла замуж, муж познакомился, вернее, у мужа работали там люди, которые привозили эту пряжу. Тогда, вот сейчас она Карачаевская называется, но она первая была такая классная. А может быть, она такая и была, просто мы не знали другой пряжи. Для нас она была классная. Ну, здесь вопрос, да? И я, когда заходила к ним домой, а у них девочки от пола до потолка пряжа набита была. То есть они привозили ее сюда на продажу, я так понимаю, да, чтобы заработать какую-то копейку. Я, видя такое количество пряжи, мне кажется, меня плохело. И когда мне говорили, выбирай, муж там с зарплаты приводил меня, тогда зарплату не выдавали, выдавали частями или вообще не выдавали. Как-то мы там с ними договаривались на взаимозачет, что-то это как-то шло. И он мне говорил, выбирай, ты можешь выбрать там, например, три разных пряжи. А пряжа была где-то по 300-350 грамм намотана на, как они называются, на пасмы. О, пасмы. Вот, в пасмах. А я смотрю, а там у меня разнообразие. Ой, я хочу это, я все хочу, я все хочу. Ну, понимаете, как попасть вот в этот магазин, условно, на дому, да, когда ты вообще не видела этой пряжи. Да, было такое. Ладно, сейчас я твою унесусь в дебри 90-х. Так, тогда я распускала вещи. Сейчас я вещи не распускаю. Вот последнюю вещь, которую я распустила, я перевязала на другую вещь. То есть, было у меня, было у меня, было у меня связано платье для дочери лапша, лапша, платье лапша. Потом я это платье распустила, связала для Эвелина свитерок. А потом я этот свитерок распустила и уже выкинула пряжу, потому что она пришла в негодность. Она была очень тонкая, истонченная. Мне лучше надо было передарить кому-то свитерок. Но я не то, что пожадничала, я просто не знала, кому я его могу подарить. Он был абсолютно новый, Эвелина его пару раз надела, и все. Но я его распустила, и потом в итоге выкинула. Все, больше я так не делаю. Теперь я вещи не распускаю. Вот после этой последнего неудачного моего распуска я поняла, что я просто потеряла пряжу. Надо было подарить это изделие, найти кому подарить. Вот. Теперь я все, что у меня не носится, я, у меня, то есть бывают вещи надеты там пару раз, да, я их поносила пару раз, я их отстирываю и дарю. У меня есть тетя, которая очень любит вязаные вещи, у меня есть еще люди, которые любят мои вязанные вещи. Я им просто говорю, что это не новое, это я не для вас вязала, просто я вот эту вещь не ношу. Будешь ли ты ее носить? Человек меряет и с удовольствием берет, или там, мала, большая, там, передарю другому. То есть вот таким образом я поступаю. Вещи я сейчас не распускаю. Раньше я распускала, либо я вязала из кудрявой нити. Вы спрашиваете, что я делаю с ниткой, если распускаю вещи. Раньше я вязала из кудрявой, я никогда ее не отпаривала, потом я начала отпаривать, потом я поняла, что процесс отпаривания нитки делает ее тоньше, перестала отпаривать, в общем, а сейчас я перестала распускать. Просто не распуская, лучше передарить вещи вот в том виде, в котором она есть, без распусков вот я думаю что я ответила елена на ваши вопросы пишите мне еще комментарий будем дружить будем общаться девочки в любом возрасте не бойтесь не комплексуйте вас никто по рукам не ударит пишите комментарии своему блогеру и будете дружить я знаю что многие из вас очень одинокие очень многие мне пишут что вязание спасает их от одиночества пишите комментарии будем дружить мы с очень многими девочками дружим ватсап то есть девчонки дают свой номер телефона мы переходим и ватсапе мы каждое утро уже порой доброе утро друг другу желаем да олечка да светочка в общем много много девчонок я понимаю что у вас есть недостаток общения не бойтесь писать блогерам будете дружить не обязательно мне у вас есть могут других любимых блогеров пишите любому с кем вы хотите общаться здравствуйте оля галина панамарчук пишет здравствуйте галина посоветуйте пожалуйста чем лучше стирать вязаные изделия из полухлопка вообще галина для меня является очень вот не знаете чем стирать берите шампунь для волос наши волосы овечьи волосы козьи волосы королячьи волосы ну то есть ангора да там бараньи волосы это все волосы поэтому берете шампунь для волос берете ополаскиватель я в одну воду капаю каплю шампуня каплю ополаскивателя взбалтываю воду кладу туда вязаные изделия это любой вариант для любой пряжи хоть альпаку нежную возьмите хоть там грубые что-то возьмите для любой пряжи подходит вы говорите про полухлопок полухлопок например полухлопок который alize cotton gold то есть 50 процентов шерсть 50 процентов акрил этот полухлопок выдерживает даже стирку кипячения на 90 градусов мною проверено у меня есть кардиган белый кардиган который у меня нечаянно посерел видать я его с чем-то постирала то что линяет он посерел я расстроилась а потом взяла его забахал ну все равно выкидывать можно и поэкспериментировать и забабахал его в машинку на кипячение 90 градусов я поставила выставила температуру на машине добавила туда порошок стиральный и добавила туда отбеливатель но отбеливатель не хлора содержащий типа белизна отбеливатель в порошке который идет кислородный отбеливатель и вот ложку туда кислородного отбеливателя бахну и вытащила белоснежное полотно ничего с ним не стало не села не не растянулась не не свалялось ничего но это на ваш страх и у меня полухлопок можно стирать обычным порошком абсолютно ничего не будет это растительная пряжа там нет волос там нет ни овцы не не кролика не барашка никого другого там нет у волоса там только растительные пряжи растительные пряжи позволяет себя стирать порошком так руслан алексеева просит научить меня вязать вязать шнурок я шнурок вижу на трех петлях спицами но я вот видите комментарии вас ваш отложила туда подальше то есть как будет только возможность у меня показать я обязательно покажу как я делаю шнурок так там лет снова татьяна татьяна здравствуйте у меня есть тема для следующего перерывчика так выглядит что ваши изделия вяжутся как по маслу а расскажите приходится ли вам распускать в процессе вязки как часто и вообще хотелось бы хоть раз увидеть весь процесс с вто и промежуточными действиями от я от а до я вы такая труженица успехов вам меня зовут татьяна татьяна спасибо вам большое ну давайте первая часть вашего вопроса что мои изделия вяжутся как по маслу расскажите приходится ли вам распускать в процессе вязки да мне приходится распускать в процессе вязки я этого не стесняюсь от слова совсем я горжусь тем что я распускаю изделие если мне что-то не нравится не нравится посадка не нравится как связалась вообще что-либо не нравится я распускаю легко и это я горжусь как недавно мне написала имя фамилия ну вот такой ник в интернете девушка мне написала о каких платных мастер-классах идет речь если вы с пятого раза вяжете по-моему рукав что ли я вязала на платье или платье я распускала и с пятого раза только начала вязать о каком мастер-классе может быть платным речь меня улыбнул этот комментарий и я такая думаю прикольно а вам кажется, что человек, который не распускает вот он мастер а человек, который пытается достигнуть лучшей посадки на свое изделие, видит свои ошибки чтобы не допустить их в будущем вы его не считаете мастером сомнительные мероприятия могу вам сказать вы, конечно, вправе думать так, как вы думаете как вы считаете, это ваше право и никто вас его не отнимает но меня улыбнул ваш комментарий потому что я-то наоборот считаю мастером того, кто не как вот писала Елена мне в комментарии то есть одела и значит хорошо, значит пошла а вот именно то, что ой, нет, а вот здесь мне не нравится ой, а вот здесь вот пельмень я его перевяжу здесь, кстати, пельмени нет видите, здесь складка такая физиологическая, скажем ну, кто путает пельмени со складками такие тоже есть вот, и я считаю это верх мастерства когда человек недоволен своим изделием когда он может его оставить так но на будущее он поймет, что вот здесь он сделал ошибочку и в будущем он ее не совершит и скажет ее вслух при всех, как я говорю о своих ошибках вам и не раз говорю а вы меня потом этим еще и бьете и обижаете я такая ну, мы с вами разные мы с вами разные и мне кажется, вам не место на моем канале вот и все поэтому распускать мне приходится достаточно часто я могу просто ступить где-то просто ошибиться ну, например, на один ну, я вот просто думаю что я могу сделать на один рукав я набрала например, 92 петли а потом я забыла и вместо 92 набирала 90 петель в большом, например, там изделие этого будет незаметно перевяжу ли я? перевяжу я распущу и доберу то, где я ошиблась может быть, даже в самом начале причем связав, может быть, рукав уже до манжета я все равно распущу и перевяжу потому что, ну, ступила ступить может любой и мастер, и не мастер и мне кажется, это даже не обсуждается вот так что перевязывать бывает в последнее время редко но бывает черное платье помните, я зимой вязала в феврале месяце, по-моему я его довязала в январе или феврале ну, как-то вот там и у меня я тут платье перевязывала я его сажала на фигуру очень много очень много я его сажала на фигуру то есть у меня постоянно вот здесь у меня, видите, рубашечный крой рукава а на платье мне нужно было строго сделать обычный рукав я вроде делала обычный но за счет того, что там вискоза она все равно сползала и мне это не нравилось я снова распускала и я снова пыталась и, по-моему, с третьего раза я его только посадила вы думаете, я этого стыжусь? нет, я этим горжусь я горжусь тем, что я не стала делать так как я не хотела а именно спущенную пройму вот здесь я хотела спущенную пройму сделать в виде рубашечного кроя там я хотела строго посадить рукав с третьего раза, но я его посадила я поняла ошибки вернее, не ошибки это были а недочеты, на которые я не обращала внимания я их поняла, я их приняла и в следующий раз я посажу, возможно, со второго раза может быть, даже и с первого я этим горжусь, еще раз скажу и нисколько мне не стыдно и вам советую гордиться вашими распусками потому что ваши распуски это ваш опыт это ваш... вы становитесь на уровень выше самого же себя то есть мы же не боремся друг с дружкой у Васи лучше, у Пети лучше, у Коли лучше ой, вот он вот так вяжет, а я вот так вот он вот так вот быстро, а я вот так вот медленно мы же не с вами не соревнуемся с ними с кем-то там мы соревнуемся всегда сами с собой то есть вот я сегодня такая а завтра я стала вот такая вау, так это круто я новую тактику или придумала или не придумала, а освоила уже на чьем топать или еще что-то так я стала на голову выше а послезавтра я еще на голову выше стала а когда я вот стою на одном и том же уровне и я не расту в своем вязании я выгорю очень быстро мне надоест вязать регланы мне надоест вязать в тачке мне надоест вязать спущенное плечо мне все надоест а другого я не буду знать я не буду уметь а здесь я постоянно развиваюсь и мне начинает становиться все интересней и интересней а посмотрите, вот Юлечка вязание я последний раз выложила свое серебряное изделие тоже воротник у нее здесь пола застежка пола с воротником который она придумала, как вязать сверху так это шедевральное изделие получается я смотрела на него, любовалась великолепно все, мне есть куда стремиться я хочу научиться вязать так, это может быть совсем получится не так абсолютно по-другому но я поняла то, что говорила Юля что она запланировала я свяжу другое изделие до 200% оно будет другое но меня вдохновил ее опыт и это же здорово и я уже стала на полголовы выше только-только вдохновившись этим а если я разработаю свою методику вот этого то есть у Юли своя у меня своя у Маши третья у Пети четвертая так из одного и того же изделия четыре методики изготовления во! растем, мои дорогие друзья растем так, и еще вам хотелось бы увидеть весь процесс с ВТО и промежуточными действиями от А до Я я такого точно не смогу вот Татьяна даже не буду лукавить я не смогу это показать единственное что я могу показать посмотрите последний мастер-класс это мастер-класс на худи пегаль это мастер-класс на кардиган это мастер-класс на бомбер мулине вот это максимально что я могу показать в рамках своего видео если я начну показывать процесс от того как я взяла спицы в руки и до того как я его надела на себя готовые мне тогда придется полгода полгода сидеть на одном изделии делать его и каждый свой этап записывать на видео друзья мои для меня это невозможно невозможно мои дорогие так так да на это ответила на это ответила дальше следующий комментарий тоже Татьяна там лет спасибо Татьяна за большое количество вопросов вы молодец оленька прекрасная футболочка еще бы вспомнить какая я уже не помню какая ну ладно сейчас сообразим единственное что меня смущает это не только в конкретном изделии это то что отличает машинную вязку от ручной это горловина заметен переход вернее поворотные ряды вы же у нас фантазерка может подумаете как бы сделать горловину максимально как фабричную спасибо за вашу работу и за то что вы делитесь искренне с нами Татьяна спасибо большое вам у меня вот здесь тоже не фабричное видите тоже не фабричное то есть я поняла о чем вы говорите а зачем изобретать велосипед все давно уже посмотрите ведь есть кетлевка кетлевка горловины это самое что ни на есть фабричное изделие если вы сделаете кетлевку горловины если вы вот здесь горловину закройте не протяжкой как я люблю закрывать а закройте с помощью двух рядов полой резинки и потом закройте иглой некоторые у меня такие изделия есть где я так закрываю где я приемлю такой способ ну например вот на детском изделии рукавчики вот закрыты вот таким способом смотрите это фабричное закрытие замечательно выглядит и когда мы отворачиваем рукавчик то есть ребенок маленький мы будем носить вот так и потом когда ребенок вырастет будем носить вот так это все классно и здорово этот вариант именно в этом изделии меня устраивает понимаете я такой человек я не хочу чтобы у меня все изделия выглядели фабричными хотя очень многие многие и я уважаю этих девочек считают что так должно быть но так должно быть для вас и вы так будете делать и это не говорит о том что я просто ленюсь от того что да кетлевку делать сложновато но я ее не боюсь я ее не ленюсь вы видите я делаю кетлевочные карманы для того чтобы вшить замок кто-то этого не делает это его право то есть кетлевочный карман для меня абсолютно не проблема из тамбурного шва вытащить петли и сделать кетлевку и потом имитацию кетлевки и потом связать воротник это не проблема просто не на всех изделиях я хочу это видеть поэтому я конечно фантазерка придумать я что-то могу но здесь даже придумывать нечего все давно придумано делайте кетлевку горловины когда будет кетлевка горловины изделие будет просто как как магазинское сделайте кетлевку вот здесь когда вы делаете поло застежку поло изделие будет как магазинское вопрос хочу ли я так вязать вот в чем дело я еще раз говорю наверное какая-то вредная капризная но у меня действительно у меня действительно если я захочу сделать кетлевку я ее сделаю я умею делать я ее очень много делала даже было время да меня волновал вот этот ваш вопрос это было да мы только с Сашей поженилась это в конце 90-х годов когда я тоже не понимала ну вот фабричное оно такое шикарное я не умела тогда делать кетлевку не обычную кетлевку не ложную тем более ложную я вообще научилась делать не так давно лет наверное может быть десять назад ложную кетлевку я научилась делать и то первые какие-то были шаги такие очень очень не очень это потом она стала все совершение и совершение выходить из-под моих рук так сказать вот тогда в 90-е годы меня вот этот вопрос очень волновал мне очень хотелось я не понимала как это делать потом я нашла в какой-то книжке что нужно делать кетлевку горловины то есть это я горловину отвязывала вот с этого начала отвязала горловину потом я сделала кетлевочный карман открытые петли оставляла и по лицу и по изнанке кетлевала иглой все это дело и по лицу потом кетлевала иглой по изнанке это очень трудоемкий процесс я научилась его делать вещи получились вообще как магазинские я была в восторге все а потом пошла ложная кетлевка то есть ложную кетлевку сделать проще причем ложная кетлевка бывает разных видов мне нравится именно с использованием тамбурного шва и набор петель из-под тамбурного шва чтобы меньше была толщина изделия вот и это я тоже научилась и освоила и все но очень редко применяю где очень редко где применяю и не в силу того что это сложно а в силу того что я это не хочу видеть на изделии вот в чем вся фишка и да видно переходы видно тогда когда идет вот в общем обратно поворотные ряды вот здесь вот и здесь невероятно их видно а здесь я с кетлевки набирала воротник вот здесь у меня вот такой шов кетлевочный но кетлевку не вывязывала мне не нужна была вот эта лишняя толщина вот тут вот у меня здесь все тонко в общем это же все на вкус и цвет а придумывать что-либо самый лучший вариант это кетлевка кетлевка это самый лучший вариант получить изделие как фабричные то есть если вы вяжете сверху вы начните вязать от линии горловины вниз а потом уже здесь открытые петли будут у вас потом вы эти петли закроете потом вы сделаете тамбурный шов если вы хотите имитацию кетлевки сделать из-под тамбурного шва вы вытащите петли сначала и с изнанки с лица и с изнанки вы вяжете кетлевочный карман соедините этот кетлевочный карман потом сделаете горловину у вас будет вот такое изделие если вам это нужно повторюсь поэтому здесь даже я придумывать ничего не буду Зачем? Потому что фабричное изделие, оно всегда с кетлевкой горловины. Делайте кетлевку горловины, будет у вас фабричное изделие. Татьяна, еще один вопрос от вас. Спасибо, моя дорогая. Оля, если можно, расскажите в каком-то перерывчике про свои таблицы. Наверное, это удобно, но как это функционирует, не могу сообразить. Так, мои дорогие друзья, я думаю, что я здесь размахалась, а у меня еще целая куча вопросов. Давайте-ка я все-таки тормознусь. Давайте я вам сделаю. У меня просто даже памяти на телефоне не хватит, чтобы ответить вам на все эти вопросы. А вот на этот вопрос и на все остальные я обещаю, что я отвечу в следующем перерывчике. Может быть, я его сделаю намного раньше, чем. Обычно я его в пятницу, в субботу, в воскресенье выпускаю. Ну, может быть, где-то мы еще в среду с вами поговорим, если вы хотите. Но, наверное, пора тормознуться. Чувствую, меня сегодня унесло в дебри и иначе мне не хватит памяти. Поэтому, дорогие мои друзья, давайте я с вами попрощаюсь. На сегодня это все. Надо делать дела. Уже муж нервничает, уже ждет меня. Надо выходить на огород, а я тут сижу и болтаю. В общем, давайте. До скорой встречи. Я желаю вам огромного-огромного здоровья. Мои дорогие друзья, берегите себя. Берегите своих белиских. Вовремя ходите на профосмотры, чтобы не было никаких ни у кого проблем. Желаю вам мирного неба. Всем нам, всем-всем-всем я желаю мирного неба. Ну и, конечно же, отличного настроения, прекрасной погоды и всего самого-самого доброго. Ну, а я с вами прощаюсь и до скорой встречи. Пока-пока.